Дневной разворот Еще темой, я напомню, было требование изменить тариф на вывоз мусора. Участники митинга Валерий Семенещев, Алексей Кузьмин подойдут к нам после 12 часов. Сейчас в нашей студии Кирилл Писный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. И Ольга Воробьева, мама одного из воспитанников детского сада номер 41. Тема тоже важная, тема в информационном поле присутствует с минувшей пятницы. Я напомню, что заведующую детским садом уволили после того, как выяснилось, что 4 ребенка посещают этот детский сад без путевок. Там достаточно сложная история. Некоторые из этих детей – это дети работников детского сада. И были устроены туда на вакантные места, но действительно без путевок. Вчера эта тема обсуждалась на брифинге главы администрации Ильи Шульгина в город администрации. И я просто предлагаю начать прямо вот с фрагмента объяснений до разъяснений Ильи Шульгина. Попросим замкопережиссера нам поставить. Давайте мы не всегда как-то выберем. Или мы будем жить по понятиям, или мы будем жить по закону. Человек нарушил закон. Делал то, чего нельзя. Причем делал систематически. Ты слышишь? Да. Можно поменять того, который будет закон исполнять. А заодно посмотреть, как исполнять закон во всех странах детских садах, чтобы не было такого шушукания в фабрике. Ну там, да, места, конечно, не хватает, но я там договорился. У меня ребенок ходит, все нормально там. Я считаю, серьезнейшее нарушение. Не страшно, что дети ходили в садик. Страшно, что они ходили с детьми-невидимками. То есть, не дай бог, кто-то заболеет или что-то. Мы это даже не увидим. С одной стороны. С другой стороны, нарушается базовый принцип справедливости. То есть, есть очередь, и почему кто-то должен ее обходить. Ну да, есть справедливость, почему кто-то должен обходить очередь. И есть, как выяснилось, федеральный закон. Для многих это было сюрпризом. В том числе и для меня. Я понятия не имела, что в 2017 году и кировские законы, и кировское законодательство, и все документы были приведены в соответствии с федеральными требованиями. По которым теперь дети, сотрудников детских садов, не имеют права льготного устройства в детский сад. Это вопрос, который ставили на комиссии по образованию. По социальной сфере вчера. По социальной сфере в городской, я так понимаю, администрации, да? Это городская дума, это комиссия работает в городской думе. Который возглавляет Владимир Кадычагов, который сказал, что кадры, которые могут работать, есть, но, к сожалению, не проводят. Потому что вопрос в кадрах. Вот директор детского садика принял на работу четырех специалистов. По сведениям городадминистрации вчера, которые были предоставлены, они уволились сейчас все. Нет, уже опровергли. Подожди, вчера, я сказала, вчера предоставлены были сведения администрации, что они все уволились. Это те сотрудники, дети которых были устроены в садик без путевок. Их принимали на работу, потому что не хватает в садике элементарно воспитателей, помощника воспитателя. И там, по-моему, нянечка. А с медработниками у нас вообще красота. И в садиках, и в школах. Днем с огнем не сыщешь. Хотя нам говорят, что есть система, надо позвонить, приедет скорая помощь, если надо. В общем, все такие вот вещи. То есть просто так ребенка за ручку уже не отведешь в медкабинет для того, чтобы там показали ему помощь. Надо вызвать скорую. И вот эта вот тема, просто это тоже нужно озвучить. Владимиром Кадычаговым была пнята на комиссии кадры, которые могут работать, я цитирую, есть. Но, к сожалению, они просто не могут приступить к своим трудовым обязанностям. Даже был такой факт, что заведующая детским садом сама отдает ребенка в платный садик. И мы прекрасно понимаем, что мы не переступим федеральный закон, его мы должны выполнять. Это подтверждает слова Шульгина, сказанные вчера. Поэтому ставлю вопрос таким образом. Если Кировская городская дума не может узаконить это решение, то, может быть, тогда обратиться в законодательный орган субъекта федерации, если это возможно. Все это о чем говорит? О том, что, собственно говоря, директор этого садика. Но тут было подтверждено вашими словами, Кирилл. Мы представили гостей? Да. Мы представили гостей. Кирилл. Без медработника в детском саду. То есть вот таким образом, чтобы закрыть кадровый вопрос, пришлось на пустующее место принять сотруднику. Фактически пустующее. До юра путевка была выдана. Причем в народе ходит такое мнение, что если держать эту путевку на руках и не возвращать в администрацию, не отказываться от нее, то раньше якобы переведешься ближе к дому. Откуда пошла такая история, неизвестно. Но вот это стало следствием того, что у нас сегодня дети, родители многих детей держат путевки на руках, при этом не водят детей в садик. Вот они откуда, вакантные места-то. Вот они откуда, получается так. То есть, видимо, родители, которым выдали путевку в этот детский садик, держат путевку на руках, ребенок не ходит, они ждут садика поближе к дому. Про медработника вчера в администрации объясняли. Действительно, у нее есть путевка на руках в другой детский сад, но она пока ею не воспользовалась. Ребенок ходил сюда. Опять же, почему она не воспользовалась ей? Вот мы вспоминаем сейчас про федеральный закон, и Шургин у нас четко ответил, что нам нужно жить по этому, ну, нам нужно, не переступая закон, следовать ему. По этому федеральному закону уже есть решение областного суда о том, что нужно предоставлять места в детских садах в непосредственной близости от дома. Есть уже решение суда, которое сейчас администрация пытается оспорить, но оно на данный момент действует. И наверняка ведь место в детском саду медработнику было предоставлено там, куда просто неудобно водить его перед работой. Она просто бы, может быть, не успевала на рабочее место. Не могу здесь точно говорить, но эта проблема, она встречается довольно часто. И в связи с этим у нас, собственно, вопрос так часто звучит о детсадах в селе Русском и так далее, куда невозможно водить детей. Поэтому такая ситуация вот сложилась, опять же. И все это тянется в первую очередь к тому, что есть дефицит мест в детских садах. Если бы его не было, не было бы вообще никакой потребности в льготах, не было бы никаких вопросов с тем, чтобы есть у нас какие-то дети-невидимки и так далее. Не было бы очереди, все было бы прекрасно. Так, ну подождите, вот эта проблема, она очень сложная на самом деле, потому что мы разбираем несколько аспектов. Первое, я так понимаю, что отделение ЛДПР заступилось за заведующую в некотором смысле, да, и родители тоже выходили там чуть ли не на пикет, чтобы заступиться, чтобы человека не увольняли. Я правильно понимаю, что в тот момент, когда она устраивала вот на эти вакантные места детей сотрудников, она понимала, что она приступает к закону, да, что вот эта тонкая грань. Или она не знала, как и мы, о том, что эта льгота была отменена? Сложно сказать, но вряд ли. Скорее всего, она понимала, на что идет, скорее всего. Здесь я не могу рассуждать, но этот вопрос я и не задавал, но четко могу обозначить нашу позицию. Мы считаем, что нарушение фактически оно было. Здесь вот сейчас идет речь о том, что стоит ли устраивать на человека такую травлю, поднимать... То есть справедливое наказание в виде увольнения или достаточно было бы... А ее не уволили сейчас. А ее не уволили, она работает? Сразу же, она сейчас работает, ее не уволили. Да, меняет ситуация, меняется день и дня. Она получила... Я сейчас объясню, постараюсь, насколько я ее понимаю. Сначала Ирина Геннадьевна Вдерникова, заведующая детским садом 041, получила письмо из администрации города, акт о правонарушении, о том, что вот выявлена ситуация, когда дети посещают не по путевкам этот детский сад. Далее туда должна быть назначена проверка какая-то из департамента образования, насколько я понимаю. Департамент образования сейчас эту проверку начал. Мы с ними прямо на месте, там с сотрудниками пересеклись. И в детском саду я приезжал общаться с родителями и с сотрудниками детского сада. Далее информация по этой проверке должна передаться либо главе администрации Шульгину, либо замглавы по социальной части, то есть Ларисе Копосовой, Ларисе Александровне, Анатольевне, прошу прощения. И после этого они уже должны принять какое-то решение. То есть мы хотим, чтобы они максимально адекватно подошли к этому вопросу и применили, может быть, какое-то дисциплинарное взыскание. Ну, максимум какой-то... Ну, выговор. Ну, выговор, да. И так далее. А сейчас, ну, то есть изначально там было заявлено о том, что в правоохранительные органы мы хотим передавать и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вот вопрос отдается на откуп администрации. И мы взываем как раз в первую очередь к человечности этой администрации. Если вы говорите о том, что нужно жить там по закону, тогда давайте выполнять закон полностью. То, о чем я вот ранее немножко сказал. Предоставлять всем детям места в детских садах. Места в детских садах. И обеспечивать садики полным комплектом сотрудников. Совершенно верно. То есть, ну, какое-то двухстороннее у нас понимание закона. То есть, должен быть компромисс какой-то, правильно? Разумеется. А давайте некоторые вещи очень интересные, их почему-то никто не обсуждает. Во-первых, откуда вообще, кто слил, что называется, директора детского садика? Я думаю, что о проблеме в департаменте образования, в принципе, всегда знали. И знали все родители, ну, то есть, знали, что такая проблема существует. Мы еще в октябре, когда у нас был круглый стол с комитетом защиты прав матерей, с администрацией города, заявляли о том, что необходимо работать с этими невостребованными путевками. То есть, когда их на руки получили, оно фактически сад не получает. Нужно с ними работать. Вот сейчас они, видимо, решили показать свою работу. Что они якобы начали. Вопрос вот в мерах. То есть, это не какой-то пожаловавшийся сотрудник или родитель, которого не устроил директор, например, а это, вы считаете, показательная история работы департамента образования администрации. Выглядит это так. Я, по крайней мере, информацию о каком-то сотруднике, который писал заявление или кто-то из родителей, чтобы голос я не слышал. Это первое. Второе. Давайте немножечко расскажем о директоре. О заведующем. О заведующем. Ирина Геннадьевна. Может быть, Ольга нам расскажет, мама одного из воспитанников садика. Как вы себе представляете Ирину Геннадьевну? Какой она человек, с вашей точки зрения? Ирина, в данный детский сад мы ходим с 2017 года. Я являюсь представителем родительского комитета уже второй год. То есть, общаетесь? Да, конечно, мы общаемся. Сразу скажу, никаких взяток, ничего такого у нас в детском саду нет. Ирина Геннадьевна всегда открыта на любые наши какие-то вопросы, пожелания, чтобы что-либо изменить. Она всегда идет навстречу. О ситуации в 2017 году. Когда мы поступили в детский сад, у нас не было ни медицинского работника. На протяжении целого года мы отработали, детский сад отработал без медицинского работника. У нас был просто приходящий врач, который приходил раз в неделю. И, соответственно, да. Если происходили какие-то ситуации с ребенком в детском саду, то вызывали просто скорую. Дальше. По педагогическому составу не хватало воспитателей. В этом году ситуация значительно улучшилась. Все группы укомплектованы. В каждой группе есть по два воспитателя, по два помощника воспитателя, как должно быть. У нас появился музыкальный работник. У нас появился инструктор по физической культуре. Хотя на 2017 год данных сотрудников не было. Также появился старший воспитатель, методист. В 2017 году этого не было. Вот я считаю, что за два года ситуация в нашем детском саду, она улучшилась и улучшилась в лучшую сторону. Это понятно. Кирилл, просто нам сейчас надо будет прерваться. Ирина Геннадьевна, сколько лет работает заведующая этого садика? Не уточнял этот вопрос, но я так понимаю, в течение двух лет вот эту Ольгу лучше спросить. Правильно или нет? Я ранее работала тут. Вроде бы два года, да. То есть вот как раз с ее приходом ситуация в садике улучшилась. Но вы не знаете точно именно, когда пришла Ирина Геннадьевна работать в детский сад. Прервемся на полминуты. Итак, мы разбираем ситуацию в детском садике номер 41. Вскрылась ситуация, когда выяснилось, что несколько детей там обучаются без путевок. Как, соответственно, как сказал Илья Вячеславович Шульгин? Невидимки. Дети-невидимки. И в этом он усмотрел опасность. И здесь нельзя не согласиться на самом деле. Можно только согласиться, но есть еще что добавить. Да, мы добавим сейчас. Ирина Геннадьевна, фамилия? Ирина Геннадьевна. Дерникова, директор садика. Директор садика обвиняется в том, что она, приступая к закону, устроила этих детей. Но устроила она их вместе с родителями, которых взяла на работу, потому что в садике не хватало воспитателей, помощников-воспитателей. Как нам сейчас рассказала наша гостья Ольга Воробьева, мама одного из воспитанников. Не было медицинского работника, инструктора по физкультуре не было. В общем, вот эта кадровая проблема безумная решалась таким способом. Мы-то, конечно, удивились очень вчера, когда разбирали в особом мнении с Натальей Осиповой этот вопрос, что вообще, оказывается, изменилась законодательная база. И теперь нет такой нормы и возможности приоритетного своего ребенка в помещении в детский садик, если ты туда трудоустраиваешься. Потому что в наше время и даже потом, и еще даже когда моя дочь пошла в садик, там прям объявление висело, что приглашаем на работу воспитателей, дворников, посудомоек с устройством ребенка в детский сад. И очень многих это мотивировало на то, что в детский сад устроятся, и выходили бабушки на работу, и выходили тети на работу, и молодые мамы выходили на работу, безусловно. Кстати говоря, эта история очень такая актуальная, потому что вот сейчас, если начнут ясельные группы открывать, ясельные группы открывать, то девушки, я не знаю, есть ли еще юноши в педучилищах, и юноши, которые могли бы устраиваться на эту работу, они 10 раз задумываются, на самом деле, потому что непонятно отдавать своего маленького ребенка в ясле, чтобы пойти в другие там работать или не работать. В общем, кадровая проблема, на самом деле, очень серьезная. Я тебе должна сказать, что ее ведь в администрации признают. То есть Лариса Копысова, заместитель главы администрации по социальным вопросам, вчера на комиссии говорила следующее. Да, действительно стоит очень острый вопрос. Детские сады у нас строятся, сейчас есть 52 вакансии в детские дошкольные организации. 52 в городе. И, конечно, говорит она, пошли бы молодые мамы охотнее работать, если бы смогли устроить ребенка. Кстати, говорят те же самые ясельные группы, когда мама выходит, ребенок здесь, тут же под присмотром. То есть проблему в администрации признают, не очень понятно, как ее решать. Возможно, стоит обратить на эту проблему внимание не с той точки зрения, что нужно добавить каких-то льгот. Я уже сейчас третий раз скажу о том, что должны быть местами обеспечены все в детских садах. А второй момент, может быть, стоит проработать какой-то механизм, который позволит, ну вот как в армии, есть возможность офицеру вызвать своего сына к себе служить, условно говоря. То есть, может быть, каким-то таким подобным образом обеспечить механизм, который позволит работать и приводить ребенка в тот детский сад, в котором ты работаешь. Я правильно понимаю, что этот механизм нельзя проработать на уровне города? Я думаю, что попробовать этот механизм, вернее, наоборот, этот механизм нужно прорабатывать именно снизу, потому что мы здесь понимаем ситуацию, департамент понимает и так далее. Надо посмотреть юридические возможности какие-то, да, как это можно обставить, как это можно описать вот именно в законодательном каком-то акте, там, я не знаю, предписании, постановлении, чтобы не было потом вопросов у прокуратуры о нарушении федерального законодательства. Ну, Лариса Анатольевна Копосова сделала одолжение, сказала, что обратиться в прокуратуру для того, чтобы они изначально вообще прокомментировали эту ситуацию, сказали, законно ли что-то сделать. Ну, вот сейчас давайте, опять же, смотреть на эту ситуацию не как льготы, а как возможность перевода из одного детского сада в другой детей. То есть, какие-то согласовательные меры, я думаю, тут можно предоставить. Мы не говорим о внеочередниках, первоочередниках, льготниках, мы говорим о дополнительном механизме. А, кстати говоря, Кирилл, неплохо бы поговорить все-таки к неочередниках, потому что вот если дети прокуроров, дети сотрудников следкома, дети сотрудников работников судебных инстанций, а, между прочим, это все очень высокооплачиваемые специалисты по сравнению с воспитателями детских-то садиков, да, они имеют право внеочередниками пойти в детский сад, то почему-то воспитатели не имеют права. Которые не могут тебе позволить частный детский сад. На комиссии Денис Ерохин, депутат ЛДПР, предложил тогда давайте всем льготы отменять, если мы про кого-то говорим. Ну, то есть, почему у нас есть дети первого сорта, второго сорта, это же вот как раз к этому. Но опять я уже четвертый раз говорю, когда мест хватает всем, не нужны никакие льготы. Но давайте опять же смотреть там на исполнение законодательства. Понятно. Просто его нужно исполнять. Ольга, у меня к вам вопрос. Ольга Воробьев, мама одного из воспитанников. Родители как эту ситуацию восприняли? Родители полностью на стороне Ирины Геннадьевны. Мы ее поддерживаем. И для нас это, конечно, будет большой катастрофой, если заведующая уйдет из детского сада. Вы опасаетесь, что к вам придет какой-то другой специалист, который менее чуток будет к проблемам вашим, в том числе и кадровой? Или чего вы опасаетесь? Или просто смена любой заведующей, это такая стрессовая немножко ситуация? Да, но для родителей смена заведующей – это просто стрессовая ситуация. Это все надо сказать, Оль. Правда, вот мамы могут сказать, что тот человек, который возглавляет школу, который возглавляет детский садик, он рулит всем. Он рулит судьбой практически нашего ребенка, потому что он набирает персонал, он устраивает материальную базу, он следит за тем, чтобы все программы образовательно выполнялись. Он идет навстречу родителям, совместно с ними работает или посылает их, что называется, следуя буквой закона абсолютно. Ну, то есть, ребят, надо сразу сказать, что такие люди, их не просто так обучил и выпустил, и он пошел работать. Тут еще целый набор личностных качеств, которые, конечно, необходимо иметь. И еще вопрос по поводу сотрудников детского сада. Вот вчера на брифинге было все-таки озвучено руководителем пресс-службы городадминистрации Еленой Владимировной Сосолятиной, что пока об увольнении четырех сотрудников речи не идет. Изначально администрация, кстати, заявляла, что родители, которых стимулировали такой мерой, их детей устроили без путевки в детский сад, что они увольняются. Вчера было сказано, что написано заявление с открытой даты от медицинского работника, то есть, может быть, ее получится уговорить. Вот, с остальными вроде пока все нормально, и коллектив тоже нормально себя чувствует, и опасений никаких не испытывает. Это так или не так? Коллектив, конечно, переживает. Для всех это будет трагедия, если уйдет заведующая. Второй момент по поводу сотрудников. У медицинского работника заявление действительно написано. И, опять же, у нас вопрос. Мы год прожили без медицинского сотрудника. Если сейчас у нас уйдет медицинский сотрудник, кто будет оказывать медицинскую помощь нашим детям? Это, я считаю, очень серьезная проблема. По поводу второго воспитателя. У нее сомнения, так как она не знает, как ей быть в данной ситуации. Да, у нее маленький ребенок, к тому же она еще воспитывает его одна. Никакой поддержки нет. И, соответственно, проживает она территориально не рядом с детским садиком. Кто будет сидеть с ее ребенком, если она будет работать? График воспитателя начинается с 7 утра. То есть ребенка она никуда даже отвезти не успеет? Или придет на работу позже? То есть формально они, конечно, не уволены. Но куда им теперь деваться? Когда их детей попросту попросили из этого сада этот сад больше не посещать? Вот это вот тоже очень странная ситуация, но прошу прощения. А чем дети-то виноваты? Вот это очень странная ситуация, потому что я уверена, что была возможность оставить детей в детском саду, не вышвыривая их так вот скоропостижно после громких заявлений и прочего из садика. Ну, просто потому что дети тоже испытывают стресс и шок. И сразу все вместе выбрасываются на улицу. Без зарплаты, без места, с печатью нарушителей закона. Мама, ребенок и пошли. В такой теме так вот поступать было, конечно, мне кажется, не совсем верно. Поэтому меня, в общем-то, эта тема и взбудораживала. Поэтому мы начали сбор подписей в поддержку заведующих детского сада, воспитателей. Причем мы не просим закрыть глаза на нарушения и так далее. Мы просто просим не оказывать давления дополнительно никакого. Мы просим адекватно рассмотреть всю эту ситуацию. В том числе нельзя здесь только юридическими категориями мыслить. Нужно посмотреть на ситуацию с моральной точки зрения и уже принять решение. Поэтому, когда вопрос подойдет передавать из администрации куда-либо эту тему, а дальше в правоохранительные органы или обращаться, или в суд, или еще что-то, мы просим именно к здравомыслию, к правильному подходу прийти глав нашего города, замах и так далее. Слушайте, я вообще не понимаю, при чем здесь правоохранительные органы. То есть, если не было личной выгоды и каких-то там коммерческих плюшек, которые получила заведующая. Просто надо попросить, я присоединяюсь сейчас к Кириллу, надо попросить городскую администрацию, которая устами Ильи Шульгина вчера объявила, что проверки сейчас пройдут во всех муниципальных садиках, учитывая вот эту историю, ее болезненности, во всех отношениях страдают все здесь. Страдают дети, мамы. И уже на третьем месте мы будем говорить о директорах садиков, которые там, да, давайте сначала подумаем о детях, об их матерях, об их семьях, а потом уже вот об этом. Подожди, то есть вот как-то мимо меня эта мысль прошла, а сейчас она у меня появилась все-таки. Если проверки пойдут во всех детских садиках, и в части детских садиков будут выявлены подобные нарушения, там будут такие же меры применяться? То есть и там тоже заведующие будут уволены, и сотрудники будут уволены, а дети будут выброшены? Если следовать такой схеме, вот такой схеме, то да. Сейчас Шульгин ведь попросил привести в порядок дела на местах. То есть он пока, видимо, просит этих людей привести к порядку в соответствии с законодательством федеральным все эти вопросы. И, возможно, после этого уже, если его кто-то не услышит, он опять будет применять такие меры. Но, опять же, это подход неправильный, мы его не поддержим. Может, мы тогда по-другому на эту ситуацию немножко посмотрим? Может, все-таки городская администрация вот эти вот проблемные истории возьмет на карандаш, условно говоря, и попробует как-то разрулить? Потому что для меня, например, вот совершенно непонятно, почему не работает система обмена путевками между родителями, которые живут в разных районах. И с этого практически начал Кирилл Песный, который у нас сейчас находится в студии, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Он как раз, Кирилл, озвучил в начале нашей программы, что еще осенью этот вопрос поднимался. И предлагали его рассмотреть, понимая, что он может привести к негативным ситуациям. И мы к нему вот этому вопросу вернемся после короткой рекламы. Ситуация в садике номер 41. И во всех остальных садиках. Но в ситуации в садике номер 41 Кирилл Песный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, который находится у нас в студии, обозначает как показательную порку. Такую показательную порку, которую произвела администрация города Кирова в связи с тем, что в связи с тем, что тут несколько сослагающих оказалось в этой истории, во-первых, очевиден совершенно факт, что не хватает мест в детских садиках. И эту проблему сейчас для того, чтобы решить и отчитаться о решении. Решают, как только не решают. Шесть садов у нас построено в прошлом году. Сейчас выселяют нашу школу, чтобы еще садик открыть на ее месте. А этих детей там, ну ладно. Распихать по школам. Да, теперь смотрят, все ли там с путевками со своими в тех садиках находятся, где они должны находиться. И выясняется, что все-таки для того, чтобы решить кадровую проблему, некоторые заведующие детских садов, как вот в 41-м, принимают на работу воспитателей, медиков и прочих с их детьми. И вот теперь, значит, под это дело как раз загремела заведующая садика номер 41. Еще вчера были сообщения, что и она уволена, и сотрудники, дети которых были устроены, и сами они тоже там работали, собираются уходить. Вот сегодня немножечко ситуация меняется, как мы видим. Может быть, услышали общественников, может быть, услышали родителей, может быть, поняли, что нельзя так жестко поступать ни с детьми, ни с родителями, ни с воспитателями, ни с кадрами, которыми не разбросаешься. У нас дефицит кадров. 52 вакансии, да. Это на данный момент, на данный момент. Я вообще не знаю, кем укомплектовали вот эти новые садики, честно. Это еще с оптимизацией. Новые садики-то это не новые садики, это филиалы каких-то других уже садиков. Понимаете? Плюс еще собираются открывать ясельные группы. Мне вообще страшно. Я себе не представляю, кто будет работать в ясельных группах. Но вот почему-то все аплодируют в ладоши и говорят, как классно-классно ясельные группы отвечают. Вы понимаете, что ясельные группы – это дети, которые даже еще… Они ходить-то умеют, я вот не знаю по нормативам. Это вообще… Я не умею. Это совсем малявочки. Это же до чего надо было государству дойти, чтобы вынудить маму, вот сейчас на Олю смотрю, отдать ребенка только что рожденного в ясельную группу, чтобы пойти работать, чтобы обеспечивать себя и этого ребенка. И, да я не знаю, Оль, вы какому воспитателю своего только что рожденного ребенка дадите? Ну, окей, трехмесячного. Ну, даже восьми. Даже восьми. Пожалуй, ни одна мама не доверит своему ребенку. Вы можете себе представить, при такой пустыне в кадрах, при том, что полностью была потеряна вот эта ясельная история после Советского Союза, сейчас мы, аплодируя, будем открывать ясельные группы, кем мы их будем комплектовать вот в этой ситуации. И вот сейчас возвращаемся к началу программы, когда, Кирилл, вы говорили, что сигнализировали уже о том, что некоторые родители придерживают путевки, потому что есть и работала такая система, что, ну, во-первых, мы знаем все прекрасные ситуации, что ты живешь в городе Кирове, может быть, там ты живешь в Нововятском районе, или там ты живешь в центре, а тебе дают путевку в садик в селе Русское. Сколько километров до села Русское? Когда там дорогу построили только-только? И вот родители придерживают путевки, чтобы таким образом как-то место за собой сохранить, но попытаться перейти в другой сад. И таких мест оказалось несколько в каждом садике пустующих. И вот на такие места как раз брали детей, невидимых, как обозначил Илья Вячеславович Шульгин, но с трудоустройством их родителей, комплектуя штаты. Все-таки история очень странная на самом деле. Вот вы, Кирилл, говорите, надо, если мы соблюдаем закон, надо соблюдать его со всех сторон, обеспечить всех детей местами в детских садах. Это история уже была. У нас еще ведь одна здесь, Кирилл, проблема. У нас горизонт планирования и решения проблем – это здесь и сейчас. Вот сейчас понастроят садиков, деньги привлекают, выселят школу одну-другую, еще что-то там откроют. Демографическая, вот этот пик, который сейчас, вот дети идут в садик, рожденные на этом пике, они заполнят эти места. Дальше будет, как обычно по закону, демографическая яма. Детей станет меньше. Дальше родители, маленьких детей станут дети, рожденные в 90-е годы, которых мало. Соответственно, детей тоже будет меньше. Это логично. Детей станет меньше. Вот мы когда говорим про вот эту вот льготу, она хоть какой-то гарантией являлась того, что даже в такие пиковые моменты можно каким-то образом страховаться и иметь такие вопросы. Знаете, что забавно, вот как бы сам по себе момент вот этот о том, что льготы нужны родителям, прошу прощения, секундочку. Да. Самый вот интересный факт в этой ситуации о том, что льготы, они вот та система распределивания путевок, которая существует на данный момент, она создает коррупционогенный фактор. То есть, может быть, родители, которые держат на руках путевки, они там думают о том, что они с какими-то заведующими смогут договориться, пытаются договориться и так далее. То есть, нужно льготы вообще, в принципе, наверное, убрать и решать вопрос о предоставлении мест детских садов для всех с полутора лет, хотя бы там, ну, с года и так далее. И это может быть действительно результативно. А так у нас получается, что дети, которые не посещают детский сад, вернее, посещают детский сад по чужим путевкам, это невидимки, а три тысячи детей в очереди, это почему-то, ну, как бы, ну, их как будто бы и нет. То есть, об этих невидимках мы почему не говорим? Мы почему не говорим о том, что... Нет, о них как раз говорят, Кирилл, мы говорим о... Десять тысяч, причем невидимки, это и для бюджета тоже. Говорим, говорим о том, что стоит большая очередь. Расскажите, пожалуйста, как вы выходили городской администрацией с... В эти выходные... Вы пакеты собираете в поддержку Ирины Геннадьевны, насколько я понимаю, да? Да, 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 причем текст резолюции у нас простой достаточно. Мы просим не оказывать давление на Ирину Геннадьевну никакого дополнительного разобраться в ситуации, оставить ее в должности и, ну, возможно, оставить в должности и вернуть льготы для сотрудников образования. То есть, мы этот вопрос поднимаем. Сейчас его уже, слава богу, услышали и вот на комиссии обсудили при городской думе. И я думаю, что сдвинется это с мертвой точки и начнут прорабатывать в городской администрации этот вопрос, потому что Лариса Анатольевна Копысова запросит у прокуратуры правовую оценку, возможно ли это сделать, какие-то меры принять на уровне города. Мы собрали за два часа, то есть мы по часу в день собирали, анонсировали это в группах ВКонтакте, какие нам были доступны там. Информацию очень активно у меня со страницы репостили. Мы написали о том, что мы будем вести сбор подписей. Мы по часу в день в субботу и воскресенье собрали на данный момент 300 подписей. Достаточно много людей знают о проблеме, поддерживают человека. Но если уж комиссия городу мы занялась этим вопросом, то, конечно, достаточно много людей. 21 февраля вы снова выходите в пикет. Мы в пикет, да, подана заявка на пикет, причем тему пикета вопроса образования. То есть мы не только тему детского сада номер 41 поднимаем, а также в целом все вопросы образования на уровне города. Потому что наше требование уйти в отставку к господину Петрицкому Александру Львовичу, оно остается в силе. И мы считаем, что это первая мера, которую необходимо принимать в плане, если уж кого-то увольнять. Да, давайте дадим еще слово Ольге. Она подготовилась, я вижу. Нет, Ольга, у вас просто материалов целая стопка здесь лежит. Но на самом деле я все-таки хочу сказать, что и по льготам подчеркиваю, что в списке вне очередников есть прокурорские дети, сотрудники следкома и судебной инстанции. Все-таки давайте смотреть, чьи семьи как обеспечены деньгами, кто куда может ходить. Это первое. Это, дорогая. Я задавала этот вопрос Ларисе Анатольевне Копсовой, когда она была в нашем эфире, когда мы говорили про открытие ясельных групп. И как раз я и говорила, что вот принцип детей, которые идут в ясельные группы. Вы будете смотреть на социальный статус семьи, мама одна воспитывает ребенка, или папа мало зарабатывает, она говорит, что мы ничего не можем сделать. То есть есть законодательство, по которому прописан список льготников, и отступать от него мы не можем. Все правильно, но они не хотят почему-то искать способы и пути выхода. Они не ищут этого. Инициировать эти вещи? Мы 17 предложений, да-да-да, именно на кругу. Инициативу уже родители проявляют давно. Мы 17 предложений вынесли в департаменту, на все 17 практически был ответ примерно один. Мы вот ограничены. Мы ничего не можем. А ничего, что тут закон-то пишется как бы для людей, для народа. И законы принимают тоже люди. То есть это же не что-то там свыше данной заповеди или еще что-то. У нас там скитоки переписали. Уж как-нибудь такую это меру можно прописать. Мне вообще интересно, ты когда смотришь на такие вещи, вот я человек беспартийный, слава богу, но когда смотришь на такие вещи, а где, что на мусорном митинге не было господ из Единой России, что вот здесь что-то не единороссы ничего не говорят. Долгих ведь был на мусорном митинге. Да, кстати, для меня это было новость, что Антон Витальевич у нас член Единой России. Не хотелось бы вспоминать. Это показательно очень, конечно. Ну, прекрасно. Здесь-то вот где по этому вопросу господа, которые у нас являются основными законодателями, собственно говоря, решающие голос всего и вся. Они присоединились как-то к этой истории? Я просто не вижу. Ну, вот конкретно на комиссии, то есть на уровне сейчас городской думы, до кого достучались уже Денис Ерохин вопрос этот озвучивал, поднимал, и он, конечно, тоже на стороне здравого смысла, так скажем. Денис Ерохин — это ваш сопартийец, да? Я про Единую Россию. Светлана говорит сразу. Я сейчас удивилась, что Денис Ерохин. А парламентом большинстве, для которого не будет проблемой принять закон, вот если надо, там, да? Я думаю, что такой закон все остальные оппозиционные партии тоже поддержат, если надо будет какие-то изменения вносить в законодательство. Но вообще, на самом деле, вы знаете, конечно... Но почему-то не интересуются. Я вот не знаю, законодательство в каком месте запрещает сотрудникам администрации выносить какие-то предложения на обсуждение тем, кто обладает правом законодательной инициативы. Нет, не мешает совершенно. Просто это процесс небыстрый. Ну, одно дело сказать, мы ничего не можем, потому что вот закон, а другое дело, надо сказать, что, ребята, есть проблема, мы выносим ее на обсуждение. Вы обладаете правом законодательной инициативы, а давайте разберём. У нас таким правом обладает Заксобрание, Общественная палата, у нас есть депутаты Госдумы и прочее. И вот здесь почему-то вообще никакой работы в этом смысле не ведётся. Вот наша Общественная палата единственная, по-моему, инициатива, когда-то выдвинулась, чтобы обладать правом законодательной. Я подозреваю, что депутаты Государственной думы точно так же, как мы с тобой, могли не знать вообще о том, что эта льгота отменена, что она теперь вне закона и прочего. Так и есть многие проблемы, не знают действительно. Мы это обсуждали. Как могла такая история возникнуть вообще с отменой такой льготы? Вот Москва, прошла большая образовательная реформа. Сейчас любая школа Москвы, даже на самой окраине, представляет из себя просто лучший образец американской истории, полностью укомплектованной оборудованием, учителями, зарплата средних учителей 72 тысячи в Москве, красота, уровень образования высочайший в садиках то же самое. И всех обеспечили местами в детских садах. Посмотрели, говорят, проблема решена. Очень хорошо депутаты Госдумы тусуются в Москве. Сели, обсудили, отменили. Чем живет остальная Россия? Ну, вот приедет скоро ваш, кстати, коллега по Государственной думе. Кирилл Черкасов, да? Кирилл Черкасов. Мы ему зададим вопрос. Вот этот вот. И я надеюсь, что этот вопрос зададите не только вы, но этот вопрос наконец уже начнет просыпаться инициатива от сотрудников департамента образования. Никому, кроме как им, лучше не знать ситуацию. Никому, кроме как им, не предложить изменений, которые действительно бы повлияли благотворно на вот эту работу, на эту систему. Ну, у меня со своей стороны предложение к вам, Кирилл, вынести и на общественную палату это тоже обсуждение. Ну, мы с нашими представителями поговорим, и я думаю, что... Я уверена, что и Лариса Анатольевна, как всего, придет на общественную палату, но никогда не отказывается. Мы не будем брезговать сейчас никакими способами, на самом деле, для того, чтобы этот вопрос развить и, наконец, начать уже решать так, как положено, а не так, как он решался вот до этого. На самом деле, мне кажется, тут, собственно, надо сделать два шага. Первый. Надо выяснить, можем ли мы решить этот вопрос на местном уровне, и чьи это полномочия, и какими способами это можно сделать. Это же выяснили. Не факт. Не факт. Если нет, если не получится, тогда надо уже двигаться дальше. Здесь ведь главное, чтобы не было противоречий с федеральным законодательством. Если мы придумаем какие-то истории, механизмы, которые не будут напрямую противоречить, то мы их можем принять на местном уровне. Но это же нужно придумать еще, это же нужно думать. Это же надо подумать. Я здесь согласна. Да, спасибо. Мы будем следить за развитием ситуации. Ольга Воробьева, Кирилл Писный. Первый час дневного разворота завершен. Мы с Анной вернемся в начале следующего часа с митингом по мусорной реформе. Кирилл Писный. Кирилл Писный. Продолжение следует...